На экране один из кадров, который студийный АТК сначала задержал как брак. Но это не брак. Это зримый лик радиации. Чернобыльская атомная электростанция была первой АЭС на территории Украинской ССР. Она была введена в эксплуатацию в 1977 году. Вместе со станцией был возведен город-спутник Припять. Сейчас, конечно, трудно себе представить, что здесь было голое-голое поле. И на этом поле стояло всего-навсего 5-6 хороших деревьев. Вторая половина XX века была отмечена растущим оптимизмом человечества по отношению к энергии атома. Соотношение получаемой мощности и ущерба окружающей среде было куда меньшим, чем на традиционных электростанциях. Ту энергию, которую мы вырабатываем, то количество энергии, для того, чтобы тепловая электростанция могла выработать такое количество энергии, это нужно жесть 200 миллионов тонн топлива. Это, в свою очередь, загрязнение окружающей среды, тепловые нагрузки, зольность и тому подобное. За этим красивым образом молодого города скрывались конструктивные недостатки реактора РБ-МК-1000. В ночь на 26 апреля 1986 года во время испытаний турбогенератора на 4-м энергоблоке произошел взрыв. Начался пожар. В воздух произошел выброс радиоактивных веществ. Багровое, голубое, красное. Вот все оттенки были, ну, такие кровавые. Первые пожарные команды, прибывшие на место происшествия, получили смертельные дозы облучения и потом скончались от лучевой болезни. Это очень тяжело психологически. Вот самолет прибывает, там 100 с лишним человек, они все там молодые мужчины, вот они в основном прилетели в атентный период, то есть тогда, когда они чувствовали себя хорошо, они все были одеты в одинаковую одежду, пижамки такие, они, в общем-то, там некоторые пытались там что-ли шутить. Мы знали, что, в общем-то, многие вот сейчас из этих людей погибнут. Советские власти и сами поначалу не осознавали масштаб происходящей катастрофы и скрывали информацию от населения. Эвакуация жителей Припяти началась через 36 часов после аварии, а в следующие майские дни в близлежащих городах прошли массовые праздничные демонстрации на открытом воздухе. Для ликвидации аварии и ее последствий была организована правительственная комиссия во главе с уроженцем Дебальцева Борисом Щербиной. За научную часть в комиссии отвечал химик Валерий Легасов. Реактор все еще продолжал выбрасывать радиоактивные аэрозоли в воздух. Стали на ходу принимать решения, которые позволили бы эту задачу локализации, создание первого защитного барьера на пути распространения радиоактивности решить. И вот было принято атаковать этот реактор сверху. Были подобраны соответствующие композиции, которые позволили бы выделяющееся тепло забрать на себя, которые позволили создать мощный фильтрующий слой. Шахтеры со всего Союза строили подстанции тоннели, чтобы укрепить фундамент для строительства будущего саркофага – изоляционного укрытия четвертого энергоблока. В первом, самом опасном этапе ликвидации приняло участие более 200 тысяч человек. Это военные, врачи, строители и многие другие люди, которые ценой своего будущего здоровья остановили распространение радиации. На затылок плавочки, бахилы, потом одевают ему маску, потом противогаз, потом еще одевают из оргстекла такой щиток. В последующие месяцы число людей, занимавшихся дезактивацией в зоне отчуждения, выросло до полумиллиона. Спустя десятилетия первоначальное укрытие стало разрушаться. В 2010-х годах было построено новое сооружение, так называемый «конфаймент». Борьба с последствиями аварии все еще не закончена. Павел Белоус, телеканал «Оплот».